Здарова! Раз вам предыдущий ролик понравился, думаю, альтернативный сюжет про Сайтаму однозначно зайдет. Все мы знаем, что Сайтама сильнейший человек во всей вселенной. Настоящий герой, которого не волнует почет и статус. Он все это делает ради себя. По его словам, это просто его хобби. И не нашлось даже одного достойного противника, который смог бы противостоять ему. Даже повелитель вселенной Борос не нанес ему никакого урона. С вами, как всегда, Аниманка. И мы начинаем. Ну давай. Пожалуй, начнем мы с того, что правительство уже давно знает о силе Сайтамы. Но никто не знает полный предел этой мощи, как и мы с вами. И поэтому государство создало специальную организацию, целью которой является остановить Сайтаму, если тот вдруг выйдет из-под контроля. Ведь что угодно можно было ожидать от такого человека с запредельной силой. Итак, обычный день. Сайтамы вместе с Геносом решили пойти за покупками. Ведь сегодня была очередная распродажа. И, конечно же, пропускать ее он не собирался. Мастер, осторожно. Что-то приближается к нам с невероятной скоростью. А? Монстр, что ли? Нет, не думаю. Приближается. Это был незнакомый парень, который состоит в той самой организации. И он намерен в одиночку ликвидировать лысого плаща. После этих слов, этот неизвестный парень сразу же накидывается на нашего лысика. С криком «Я убью тебя!» Конечно же, у него ничего не получается. Ибо Генос прорывает его атаку своим мощным лазерным лучом. Генос после удара луча сразу же летит к этому парню и пытается добить его. А тот, оказавшись сзади, разрывает его на части. Генос в недоумении от произошедшего. Как так случилось? Насколько же ты быстро? Генос после того, как потерпел поражение, пытается предупредить своего учителя. Мастер, он оказался очень силен. Я бы сказал, что он даже опережает С-класс. Будьте осторожны! Герой прерывает Геноса, положив ногу на его голову. Герой нагло смеется и, поднимая голову, замечает, что наш Сайтама куда-то пропал. Сайтама оказывается за спиной этого героя и мгновение ока хватает и впечатывает его в стену. После того, как он разобрался с этим парнем, он помогает Геносу встать и спрашивает у него. Ты не знаешь, что это был за хулиган? И чего он паянил-то? Учитель, тут что-то не так. Видимо, все герои... В эту же секунду слова Геноса прерывают герои из той самой организации, которые следили за происходящим. На место прибывают еще и несколько героев С-класса. Все герои собираются вступить в бой против Сайтама и Геноса, так как им уже доложили, что Лысый Блэш вышел из-под контроля и уже не является героем, как и Генос, который на его стороне. Все герои разом нападают на Сайтаму. Тот, в свою очередь, конечно же, просто отбивается и уклоняется, не понимая, что происходит. Внезапно из ниоткуда появляется Тацумаки, которая швыряет в Сайтаму целое издание одним лишь взмаком пальца. Лысик быстро хватает Геноса и отворачивается от ее атаки. Положив Геноса неподалеку, Сайтама решает вступить с ними в бой. Судя по всему, я уже опоздал на распродажу, и вы заплатите за это. «Мне плевать, герои вы или монстры. И еще, вы чуть ли не убили Геноса. За это вы тоже заплатите». Тацумаки в ярости и говорит, что это он монстр, которого немедленно нужно ликвидировать, что она и собирается сделать. Остальные герои пытаются внезапно атаковать Сайтаму, на что он окричает с сериями обычных ударов. Сайтама серьезным ударом превращает целое издание в пыль, что неудивительно, ведь этим ударом он уничтожает любого монстра. После удара Сайтама медленно выходит из дыма, а герои с удивлением наблюдают за этим. Тацумаки, в свою очередь, пытается атаковать его с помощью своей эсперской силы, но, как мы все знаем, все без толку. Ее силы никак на него не подействуют, и Сайтаме все ни по чем. Сайтаме надоело уворачиваться, и он решается ответить. Сперва он резким рывком набрасывается на Тацумаки и пробивает ее вместе с ее барьером, за который она хотела спрятаться. И в это время на поле битвы появляется световой флэш. После увиденного он решает атаковать Лысика. Флэш на скорости света направляется к нему и пытается атаковать со спины. Но не тут-то было. Сайтама сразу же замечает его и запросто откидывает куда подальше. Это случилось настолько быстро, что никто даже не увидел их движение. Все увидели только то, как что-то с высокой скоростью ударилось об стену и свалилось на землю. Это был световой флэш. На место происшествия прибывают все сильнейшие герои, которые намерены ликвидировать нашего Лысика. Они увидели, как Сайтама с легкостью расправляется с героями С-класса, и они были в ужасе от этого. Но у них была задача остановить Лысого Площа, который потерял над собой контроль. Они без раздумий сразу же атакуют его. Но Сайтама встречает их сериями обычных ударов. Произошел большой взрыв. Многие герои очень серьезно пострадали. Оказывается, Сайтама случайно попал одним ударом по земле, из-за чего и произошел этот взрыв. Дым рассеивается. Оставшиеся герои все изранены и в страхе смотрят на Сайтаму. Дым рассеялся, и наш Лысик, потрогав свое лицо, замечает свою же кровь. Сайтама ухмыляется. Ему это, видимо, понравилось, ибо давно он не чувствовал вкус собственной крови. Неужели герои все-таки смогли нанести урон Лысому Площу? Внезапно его атакует зомби-мен, которого он хватает и за секунду разрывает его тело на части и откидывает куда подальше. Бесправный Издок услышал грохо. Он проезжает вперед и видит, как Сайтама избивает героев. Издок пытается его остановить. Но Сайтама откидывает его и просит, чтобы тот не мешался под ногами. Сразу же, после этого, Сайтама слышит чей-то оклик. Он присматривается и замечает Суирю. Кулак пустоты говорит, чтобы тот остановился. Либо он постарается ликвидировать его. Даже несмотря на то, что тот гораздо сильнее, он попытается остановить его, если тот продолжит буянить. Сайтама отвечает, что они первые начали. И он не остановится, пока не перебьет их всех. Суирю, со вздохом сожаления, использует свой сильнейший прием. Сотрясающий кулак тигробезный. Сайтама легким ударом ноги впечатывает его в камень. После чего, Суирю сразу же вырубается. Оставшиеся герои за всех сил пытаются атаковать нашего лысика. Они все атакуют и атакуют без остановки. Сайтама серьезным видом отбивается от всех их ударов и убивает большинство напавших на него героев. Остальные герои отступают назад. Геннесс, который наблюдал за всем происходящим, был в шоке от увиденного. Он думал, что с героями что-то не так. И еще, он не узнавал своего учителя. Он раньше не видел его таким. В глазах Сайтамы была ненависть. Он был уже совсем другим человеком. И был ли он человеком, тоже остается под вопросом. Сайтама без раздумий бежит к оставшимся героям и запросто вырубает их до единого. В эту же секунду на место происшествия прибывают Бэнг, его брат Бомб, Фубуки и Кинг. Они все с удивлением на лице говорят ему, что они ждали их дома. Но они так и не пришли. А вскоре по новостям они увидели нечто ужасающее. Но мы не поверили в это и решили все же проверить, что же происходит на самом деле. Но как мы видим, это оказалось правдой. Что же ты натворил, Сайтама? Сайтама как будто бы не слышал их. Ибо в его глазах горела небывалая ненависть. Находясь в таб-квартире ассоциации героев, Чичи наблюдал за этим. Это была не ассоциация монстров, не те пришельцы, не даже охотник на героев Гарроу, угрозой всему человечеству, о которой говорила предсказательница Шибава. Это оказался он, Сайтама. Пока Сайтама стоял над телами героев, которые пали от его рук, позади Сайтамы из дыма выходит неизвестный парень в геройском костюме с длинным красным плащом за спиной. Бэнк в шоке от увиденного. Он говорит, что этого не может быть. Это же Бласт. Сайтама, как вижу, ты не простак, как и мне казался. Хе-хе-хе, неужели ты в одиночку справился со всеми этими героями? Бласт был удивлен, так как даже не мог подумать, что тот самый человек, которого он встретил под землей, мог быть настолько сильным, что даже в одиночку перебил всех героев. Герои? После того, что они сделали, ты называешь их героями? Смотри, что они сделали с Геннессом. И что еще хуже, из-за них я опоз... Стоп, как ты думаешь? Почему они напали на тебя, Сайтама? Разве ты не знаешь, что ты угроза всему человечеству? Знаешь, я знаю, кто ты на самом деле. А правильнее будет, если сказать, что ты такое. О, что ты сказал? Я сталкивался с такими, как ты. И знаешь, что я делаю? Запечатываю в отдельных измерениях, чтобы вы не выбирались и держались подальше от нашего мира. Ты, видимо, стряхнулся, старик. Я обычный парень, который любит геройствовать. И как ты смеешь называть меня чем-то? Ты монстр. А точнее, ты бог монстров. И я это знаю. А ты пытаешься сделать вид, как будто бы ничего не понимаешь. Бласт кричит всем немедленно покинуть поле боя. После чего все оставшиеся в живых герои начинают эвакуацию. Бэнк, Фубуки и остальные берут раненых героев и выводят из поля битвы. Геннесс не хочет покидать поля битвы, так как хочет помочь своему учителю. Но Бэнк убеждает его, что в таком состоянии он никому не сможет помочь. Еще Бэнк говорит, что не знает, что происходит на самом деле. И что же это нашло на Сайтаму? Самое главное сейчас спасти всех выживших и увезти отсюда подальше. Геннесс, тебя нужно починить. Так ты ни на что не способен. Геннесс понимает, что ему нужно как можно скорее отправиться к доктору Кусена и запросить у него помощь. Иначе он бесполезен. Хоть он и понимает, что Сайтама в одиночку справится с любой угрозой, но он не может сидеть в сторонке, сложа руки. Тацумаки приходит в себя и видит Бластер. Она не хочет, чтобы он видел ее слабой. Она встает на ноги. Начинает подниматься все выше и выше, взлетев на небо. Она зовет Сайтаму и говорит, что она его уничтожит нахрен. Сайтама моментально отбивает ее атаку. Ее собственной атакой. Тацумаки уничтожена. Бласт смотрел за происходящим и после увиденного он был удивлен. Хех, как и ожидалось от тебя. Раз так, думаю придется чуток спотеть. А ты, как я вижу, чуть сильнее своих собратьев. А? Собратья? Эй, ты уже начинаешь мне надоедать. Ты следующий. После этих слов Сайтамы, Бласт телепортируется к нему и пытается ударить его. Но Сайтама моментально среагировал и ударил Бласта. Со всей дури? Нет, это был обычный удар. Но Бласт не успел увернуться от его атаки. Что? Что это было? Как? Как? Я даже не видел его атаку. Он нереально быстрый. Он точно сильнее остальных богов монстров. Думаю, так просто с ним не справиться. Придется врубить всю мощность. Сайтама, готовься к поражению. Я Бласт, сильнейший герой на земле. И ты пожалеешь, что пришел в наш мир. Чудище гребанное. Бласт врубает костюм и приумножает свои силы. Не задерживаясь, Бласт на высокой скорости направляется к Сайтаме. И бьет его кулаком. А ты, Банаст, быстрый? Я Бласт. А не Банаст. Блуст, значит? Нет, говорю же. Я Бласт. Хотя, думаю, ты просто придуриваешься. Вы все уже наслышаны обо мне. И знаете, что я иду по вашей душеньке. Хоть я и ударил его всей силой. Но он до сих пор стоит на ногах. Как будто бы ничего и не было. Мне нужно ослабить его, прежде чем запечатать. Если я этого не сделаю. Если я его не остановлю. То наступит конец света. Мне нужно любым способом остановить это чудовище. Надо его чудок задержать, пока я восстановлю энергию. Эй! Ответь мне! Почему ты так отличаешься силой от остальных? А? А? Так ты хочешь узнать секрет моей силы? Как же вы меня достали? Я уже всем разболтал об этом. Чтобы достичь такой силы, необходимо... Внезапно появляется Генас, который пришел помочь сейтами. Генас враждебным взглядом посмотрел на Бласта и сказал... Как ты посмел перейти дорогу мастеру? Уничтожу. Кибердемон Генас! Ты хоть знаешь, кто я? Малой! Я Бласт! Мне похрен! Сжечь! Генас пришел апгрейдившись и сразу же атакует Бласта огненным шаром. Бласт уворачивается от атаки Генаса, но внезапно из дыма появляется Сайтама. Серия серьезных ударов. Бласт видит Сайтаму и понимает, что его ожидает смерть. Вот же черт! Полная мощь! Телепортация! Бласт врубает полную мошь костюма и телепортируется за несколько тысяч километров от поля боя. Бласт падает на землю и тяжело дышит. Твою же... Он не из тех существ. Нет. Он не из тех, за которыми я охочусь. Это точно. Он в десятки раз сильнее них. Кхе-кхе-кхе. Возможно, и больше. Тогда... Что же это такое? Ах... Земля под его ногами начинает дрожать. Он не понимает, что происходит. Ах... Это ударная волна Сайтамы, которая охватила весь мир. Эта волна уносит Бласта вместе с землей. Бласт еле встает на ноги. Весь побитый. Весь в ранах. Бласт смотрит в небо и видит что-то летящее к нему. Это еще что такое? Происходит взрыв, и приземляются Геннесс вместе с Сайтамой. Хе-хе-хе. А вы быстро? Не ожидал вас так скоро увидеть. Учитель, мы на месте. Геннесс, спасибо, что нашел его. Дальше я сам с ним разберусь. Вас понял, учитель. Будьте осторожны. Мы не знаем, на что он еще способен, кроме как телепортироваться. Бласт заряжает свой костюм, и вокруг него появляется странный темно-фиолетовый портал, который напоминает черную дыру. Бласт ухмыляется и внезапно исчезает. Геннесс пытается найти его, но у него это не получается. Он нигде не замечает какую-либо энергию. Учитель. Видимо, он опять перемешается. Думаю, я не смогу его найти, пока он находится в другом измерении. Пока Геннесс говорит это Сайтаме, Сайтама внезапно замечает странную энергию вокруг себя. И со скоростью света за его спиной появляется портал Бласта, откуда он выходит и хватает Сайтаму за плечо. Хоть я и не смогу тебя запечатать или истребить, но я не оставлю тебя в этом мире. Я перемешу тебя в другой. Ура! Весь костюм Бласта начинает светиться и трескаться. Он собирается использовать всю мощность. Пространство вокруг портала начинает искажаться. Сайтама даже не дернулся. Бласт не понимает, что происходит. Почему портал не засовывает Сайтаму в себя? Почему он не работает? Что это за детские фокусы? Сайтама махнул рукой, и портал испарился, как дым. Бласт в шоке из-за произошедшего. Он еле успевает переместить себя подальше от Сайтамы, прежде чем тут схватит его. Он понял, что ему с ним не справиться. Вот же черт. Мне точно с ним не справиться. Мне нужно подкрепление. Я не хотел этого делать. Но у меня нет другого выбора. Если я это не сделаю, то нашему миру конец. В других параллельных мирах есть герои, которые намного сильнее меня. Уверен, они справятся с Сайтамой. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...